Ребят, всем привет! В этом ролике не будет ни погонь, ни полиции, ни экшена. Я знаю, вы не очень любите ролики с болтовнёй, но этот ролик будет более отчётный. Вы в комментариях иногда просите сообщать вам о результатах тех или иных событий. Значит, есть ряд событий, которые возымели результаты, и сейчас я вам о них расскажу. Значит, если помните ролик с полицейским гамбаряном. Гамбарян – это тот, кто с своим напарником на выезде из Харькова просил очень сильно 5000 гривен. Перед Рождеством очень нужны были деньги. Значит, руководство, как вы помните, пообещало, что данные сотрудники будут наказаны, и они отстранены от работы. Как показывает практика, как показываете вы, подписчики, которые мне просто засыпали телеграмм с фотографиями гамбаряна и его напарника на постах перед Харьковом, их просто сослали с глаз долой и сердце вон. Сейчас посмотрите абсолютно маленький коротенький сюжетик, который прислал один из моих подписчиков, который словил их на горячем, когда они несут службу уже после этих событий. Утренние нюхачи. Доброе утро. Что, ребята, с поста сюда решили приехать, да? Да, вы ошибаетесь. Так как это ошибаетесь? Что-то случилось у вас. А у вас? Нет, все нормально. Слушайте, я же вас знаю, вы же на посту вот вместе со своим напарником вы лично брали взятку. Это ошибаетесь. Вас же словили, ну вас же словили, ну Санек же ж вас словил. Ну и что, Дашь, никто вас не ловил, это во-первых. Вы таких сказок в жизни никогда не брали. Ну как это, ну не может такого быть. Не, ну вас же ж просто на видео, все чутенько там было. Что чутенько было, что? Ну видеозапись и звукозапись. Видео и звукозапись. Ошибаетесь. Да, нет, ну подождите, я не могу ошибаться. Ошибаетесь. Что вы здесь делаете? Средин за наружной остановкой, с Польской. Разображаем, вы больше не спешите. Так что, когда перестанем взятки брать? Вы ошибаетесь. Когда полиция, когда будем реформы выполнять? Жизнь никогда взятки не брал водителя. Жизнь. Не, ну вы, вот если бы вас, если бы вас до конца чуть-чуть бы дожали, вы взяли. Есть же просто, понимаете, на видео есть четко звук, как вы озвучиваете, давай пятерку там или восемь, я уже не помню сколько. Так что, мы же не будем тут стоять и людей тупо хлопать. Поедем дальше, да? Хорошо, тогда и я не буду тут стоять, да? Так что, уезжаем все вместе, да? Поехали. Вроде как уезжают. Все, поехали. Очень много вопросов также по таможне. Спрашивают, что там с таможней, когда третья часть. Значит, по таможне. Ситуация разворачивается очень стремительно. Значит, расскажу вам вкратце, что произошло после выпуска этих двух частей. Одесская таможня не намерена сдаваться, они намерены воевать и всячески запугивать. Запугивать меня и запугивать людей, которые были со мной на таможне. Значит, что произошло после? Буквально перед самым Новым годом сотрудники Одесской прокуратуры, внимание, Одесской прокуратуры, наведались одновременно в Харьковский автосалон компании Автоинтерпрайз и Киевский, где арестовали лотосы, спортивные автомобили, которые были везены компанией несколько лет назад на территорию Украины через тот же Одесский порт. И обвинили компанию в том, что она якобы занизила цену этих лотосов при ввозе в Украину. Хотя эти лотосы растамаживал как раз именно тот инспектор, которого вы видели на видео, с которым я вот общался, когда был там сам на таможне. Значит, сейчас идет суд по этим лотосам, он рассматривается в городе Одессе. Совершенно случайно совпало, что один из руководителей Одесской таможни имеет родственников, точнее жену, именно в этом Одесском суде, где рассматривается это дело. Но это все такие тонкости, которые в принципе не касаются дела, потому что Одесская таможня продолжает радовать и удивлять. После того, как мы побывали там, у нас остался еще один контейнер с автомобилями, который долгое время нам не отдавали, порядка полутора месяцев. За все это время мы продолжали платить за простой контейнер, по нему тоже сейчас будет суд. Контейнер был расформирован на Одесской таможне. И что же мы увидели, когда все-таки нам отдали эти машины через полтора месяца, что Одесская таможня постаралась всячески передать нам привет. И один из автомобилей, Nissan Leaf, вот сейчас вы его видите, отдали нам с прострелянным крышкой багажника. То есть явно видно, что стреляли намеренно, не знаю, с пистолета или с чего-то, таким образом передавая нам привет. Естественно, этих повреждений не было, когда машина отправлялась с Америки. То есть у нас есть фотографии, когда ее там погружали. Тоже по этому делу сейчас разбираемся. В общем, Одесская таможня не перестает радовать. Я думаю, еще вы увидите много сюжетов, очень много интересного, материалы и видеосюжеты по этой таможне. Что касается удивительных новостей. Недавно абсолютно на портале, на Мелитопольском портале новостном, буквально вчера, появилась новость о том, что сотрудник полиции, который попал, в свою очередь, ко мне на видео. Если вы помните, у меня был сюжет с погони по Мелитополю. Это было в августе месяце. 7 августа я написал заявление по ситуации вот на этом видео, которое вы сейчас видите. Кто не помнит, можете в описании посмотреть. По этой ситуации я написал заявление и только сейчас, в феврале 2018 года, портал новостной Мелитопольский опубликовал информацию о том, что данный сотрудник был наказан. Наказали, конечно, его не так, как я планировал, не так, как я хотел. Я думаю, что еще побывав в Мелитополе, я навещу его руководство и узнаю, почему приняли именно это решение, именно так его наказать. А именно его наказали за нарушение права дружного движения. И сослали его тоже с глаз долой и сердца вон в какой-то другой отдел, от греха подальше. Непонятно, с чем это было связано. По моему мнению, данного сотрудника просто надо его уволить и забыть про него. Но сделали, как сделали, узнаем, почему чуть позже. Теперь, что касается дальнейшей информации. По Гамбаряну тоже эти сотрудники долго не смогут в любом случае прятаться на тех или иных постах. Мы еще с ними встретимся и увидимся. Сейчас я нахожусь в городе Харькове, где я буду снимать сюжет про работу в такси. Кому интересно, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм. Будет информация, в какой день я буду ездить по Харькову. Кому интересно, можете меня видеть. Обязательно махать рукой, сигналить, фотографироваться. Буду очень рад, поэтому следите. Также хочу попросить прощения за то, что в ближайших нескольких роликах, ребята, мне придется опубликовать рекламу на моем канале. Поэтому прошу отнестись к этому снисходительно. Войти в положение. Я думаю, что это не будет на постоянной основе. Поэтому пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Задавайте вопросы. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok